Доброе утро! Мы будем использовать все преимущества весеннего периода, молодую свежую зелень. Мы сегодня делаем такой вегетарианский паштет из редиски. Паштет? Да, паштет, но из редиски. Который очень удобно мазать на хлеб, на бутерброды и брать с собой. Вы знаете, я в интернете недавно прочитала, что это любимый рецепт Пугачевой. Но, знаете, безотносительно этого я это готовлю уже очень много лет. Это можно брать с собой на пикник и так далее. Правда, редиска у нас, к сожалению, не слишком молодая израильская. Ну, что поделаешь, какая есть. Нам понадобится штук 5-6 редисок. Ее нужно миленько порезать. Можно использовать вот такую прекрасную терочку, а-ля Бёрнер. Вот, например, сюда. Юль, доверю чистить вареные крутые яйца. Запросто, легко. И тоже мелко рубить. Я займусь укропом. Это, по сути дела, три главных компонента. Можно не жалеть, можно использовать в любой пропорции. Ну, и я, вы знаете, заинтригована, каким же, что же станет главным ингредиентом для создания паштета именно, учитывая, что вредис мы все-таки не в кашу стираем. Ну, на самом деле, у нас есть еще прекрасная сметана. Лучше взять деревенскую какую-нибудь. А, и смешиваем все это. Да, мы все это замешаем, приправим солью, перцем, горчицей. И главное, это будет очень такой яркий вкус зелени, который нам поможет с утра взбодриться. То есть... Ну, должен сказать, что редис, конечно, уникальный природный вклад из витаминов. При этом такое минимальное количество калорий ешь прям никаких угрызений совести нет. Но, правда, и сметанку при этом нужно взять тоже, для нести жирности. Это фраза ешь без угрызений совести. К слову сказать, вы можете добавить сюда, например, творог. Это тоже будет прекрасный вариант. Это такое среднее между салатом, намазкой, паштетом. Сколько? Вот я три штуки нарезал. Прекрасно. Я думаю, что еще парочку, и будет вообще волшебно. Отлично. Договорились. Яйцо обрубим тоже меленько, да? Мелко-мелко, как только возможно. Да, то есть нам, если вы хотите сэкономить все время, вы можете использовать блендер. Совершенно с помощью. А, да что вы, прям яйцо в блендер? Прямо вот все вот это вот. Но, правда, редиску хочется, чтобы она свою хрустящую структуру... Структуру немножко сохранила. Вот все остальное можно взбить в блендере. Но, правда, зелень мне почему-то тоже хочется, чтобы она была вот такими-то милыми фракциями. Я тогда немножечко так сделаю. Так. Высыплю сюда укропчик. Зелень вы можете использовать любую, какую вы любите. То есть это может быть и кинза, и базилик, и любой набор трав, на самом деле. Ну, вот это русская классика. Это редиска, яйцо, укроп. Вот, собственно говоря, я сейчас положу туда сметану. Так, а все ждут меня, я так понимаю, да? Ну, понятно же, Юля, резать яйцо дело очень ответственно. Вот, немножечко кладем горчицы. Она нам так пикантности немножко добавит. Замешаем. Вообще, какие можно специи помещать? Вот, честно скажу, здесь, мне кажется, перебарщивать не стоит. Соль, перец прекрасно. То есть здесь хочется такого чистого, ясного, деревенского, хорошего, что ли, вкуса. Вот. Можно порезать пока хлеб. Да давайте. Каким образом мы будем резать хлеб? Как вам нравится абсолютно. Мы ведь потом на этот хлеб будем намазывать паштет. Да? Режь вкусно. Договорились. Вот, мы немножечко поперчили. Посолим тоже все по вкусу. Собственно говоря, наш простой рецепт утреннего паштета из редиски уже готов. Давайте намазывать. Как я красиво полегу. Замечательно. Давайте намазывать, дегустировать. Давайте. Ваше слово. Вот намазыванием займусь я, по-моему. Хорошо. Ну, мы тогда какое-нибудь небольшое украшательство, наверное, все-таки сделаем, да, из редиски? Конечно. А можем взять помидорку черри, например, положить сверху, порезать пополам. Можем огурчик добавить туда, тоже будет прекрасно. Хорошая идея, кстати, с огурчиком. Ну вот наши лодочки готовы. По сути дела, у нас все готово. На украшательство мы можем, как всегда, естественно, привлечь детей. У них это тоже замечательно получается. Я бы не стала, я бы сама съела. Пока дети спят, да? Их еще и прикармливать надо, да? Все. Это элементарно. Вольно. Буквально две с половиной минутки, дорогие друзья, нам понадобилось для того, чтобы приготовить вот такой замечательный паштет из редиса. С сметаной, с зеленью, яйцом, легкой буквально капелькой приправы, соли и перчика. Ну и бон аппетит. Бон аппетит. Дорогие друзья, а мы благодарим замечательную руководителя кулинарной школы Светлану Лебедеву за этот замечательный, прекрасный и вкуснейший завтрак. Сейчас мы узнаем, что же нового произошло в культурной жизни нашего города. Перейдем к афише.